Василий Решетников родился 23 декабря 1919 года в Екатеринославе, сейчас, город Днепр в Украине. Мальчик рос в семье потомственных художников и не задумывался о карьере военного, после окончания школы учился на рабфаке, собирался стать медиком. В интервью он вспоминал, что также ему нравилась профессия журналиста, молодой человек писал для местной комсомольской газеты. Героя страны важную роль в биографии Решетникова сыграл знаменитый лозунг «Комсомолец на самолет», который впервые провозгласил в 1931 году нарком по военным и морским делам Климент Ворошилов. По всей стране начали открываться аэроклубы, а молодежь массово записывалась в курсанта. Василий в 17 лет прошел медицинскую комиссию и был призван в ряды Красной Армии, это как любовь с первого взгляда и на всю жизнь. Такое бывает не только в романах, но и в жизни. Все то, к чему я стремился, откинул в сторону, ничто меня больше не увлекало. С огромной радостью учился в летной школе. Я был в авиации 50 лет и до самого последнего дня сохранял это душевное состояние. Решетников окончил Ворошиловградскую военную авиационную школу, его первым самолетом было два. С 1938 года молодой человек служил в Орловском бомбардировочном полку. С первого дня Великой Отечественной войны Василий рвался на фронт, но неизменно получал отказ, он готовил летные экипажи. Родители Решетникова не стали эвакуироваться из Днепропетровска и оказались в оккупации, они скрывали тот факт, что их родственник служит в авиации, и прятали его фотографии в военной форме. Воссоединение семьи произошло уже после окончания боевых действий. В конце концов Решетников добился своего и отправился на фронт, он летал на Ил-4. Молодой летчик участвовал в бомбардировке Берлина в 1942 году, которое имело огромный пропагандистский эффект, сражался в Сталинградской битве и освобождал Украину. Дважды был сбит, однажды ему пришлось переходить линию фронта. После того, как у Решетникова набралось 300 вылетов, он временно не участвовал в боевых действиях, занимался подготовкой экипажей. Тем не менее Василий Васильевич участвовал в Берлинской наступательной операции в 1945 году. Войну он закончил в качестве замкомандира 19-го гвардейского полка дальнего действия, в 1943 был удостоен звания Героя Советского Союза. После войны Василий Васильевич прошел ускоренные курсы повышения летной подготовки в Военно-воздушной академии и стал командиром полка. Амбициозный пилот продолжал учиться, посещал курсы Высшей военной академии. Решетников занимался освоением новых моделей самолетов, участвовал в экспериментальных полетах на сверхдальние расстояния в условиях Крайнего Севера, я осваивал Арктику. Она для меня была очень важна. Направление наших боевых действий к нашему вероятному противнику после Второй мировой лежало через Северный полюс. Его нужно было осваивать. Я садился на тяжелой машине, которая весила 172 тонны, на лед моря Лаптевых, на другие арктические аэродромы на земле Франца Иосифа. С 1969 года Решетников занимал должность командующего дальней авиацией, затем пошел на повышение, стал заместителем главнокомандующего ВВС СССР. Василий Васильевич был идеологом развития стратегической авиации, рассматривал ядерное оружие как один из элементов сдерживания потенциального противника. При этом он отмечал, что наличие атомных бомб не убережет от локальных войн. Василий Васильевич известен тем, что выступал против внедрения автоматики в самолеты, во время службы на посту командующего дальней авиации он издал директиву, требуя от летчиков отключать автопилот за 30 минут до посадки на аэродром. Мужчина был уверен, что военные летчики обязаны летать исключительно на руках, чтобы чувствовать машину. Критикам он приводил пример из своей практики, во время нашумевшего полета 1959 года, длившегося 22 часа, он все время провел за штурвалом. Несмотря на солидный возраст, после ухода в отставку в 1986 году Решетников вел активную общественную жизнь, часто выступал по телевидению в качестве эксперта по авиации. Он возглавлял ветеранские организации, написал книгу «Что было, то было». Последние годы жизни Василий Васильевич провел в поселке Монино, в котором располагается Центральный музей военно-воздушных сил РФ, крупнейший в Европе. Личная жизнь героя войны сложилась удачно, со своей женой Натальей он познакомился в 1946 году в Киеве. Молодой человек, чтобы произвести впечатление на любимую девушку, пролетал на самолете перед ее балконом, все свободное от службы время находился в городе. Спустя год они поженились, вскоре у них родился сын Александр, который пошел по стопам отца и работал авиаинженером. Василий Васильевич Решетников скончался в Московском военном госпитале 20 марта 2023 года в возрасте 103 лет. Причиной смерти стала сердечная недостаточность. О трагической новости сообщил руководитель клуба военачальников РФ Николай.